здравствуйте уважаемые подписчики я наконец-то закончил для вас очень на мой взгляд интересный ролик и прошу вас перед тем как вы оставите какие-то комментарии до конца посмотреть и дослушать то что я излагаю дабы логическая цепочка автора не прерывалась предисловие когда поднимается вода рыбы едят муравьев когда вода уходит муравьи едят рыб пусть никто не полагается на свое сегодняшнее превосходство апреле августе еще со школы я не мог понять почему гибли величайшие империи нашего мира такие как османская германская российская македонская персидская римская империя и так далее их было очень много за всю историю человечества почему все империи постигла одна и та же участь почему они не могли решить задачу по сохранению своего могущества почему все они как один канули в лету спустя многие годы я нашел для себя такую причину то есть решение этого вопроса как не показалось и заключается одна в цикличности все в нашем мире да не только в мире все циклично цикличность есть во времена года это весна лето осень зима цикличность есть политики когда одна система сменяет другую также в экономике но к этому мы еще вернемся свои циклы также переживают каждый человек это рождение его младенчество рост развитие старость и собственно говоря смерть это определенный цикл также из цикла в развитии каждого человека и так далее разновидностей цикла очень много понимая природу цикла мы можем с ними работать ну например в каждом цикле если вы так называемые кризисы зная природу их возникновения вы можете как минимум морально быть к ним готовым и как максимум сгладить для себя его последствия или вообще извлечь выгоду в нашем случае купив золото и серебро кризис на самом деле это просто определенный виток того или иного события субъекта сущности и так далее для нас кризис смысле для людей имеет негативное значение хотя сам по себе кризис как и как явление имеет вообще нейтральный окрас вообще все события в нашей жизни всего человечества и отдельно каждого человека они нейтральны и только наши отношения именно конкретному событию дает ему какой-то индивидуальный эмоциональный окрас то есть мы сами придаем важность и значимость тому или иному событию для себя возможно мои слова звучат довольно цинично но если абстрагироваться от всего эмоционального то мир перед нами открывается в таком вот удивительном новом качестве не будем заходить далеко в философские размышления вернемся к циклам и так экономика также подвержена циклам и у любой экономики есть оживление потом ее подъем спад депрессии и опять цикл начинается заново давайте рассмотрим экономика со стороны циклов кондратьева каждый новый цикл кондратьева начинается с масса внедрения эпохальных научных открытий и изобретений как только находится способ многократно удешевить производство невиданных ранее товаров сделав их доступными компании которые первые внедрили инновации становятся монополистами и используют огромным и пользуясь огромным спросом товара получают сверх прибыль казалось ничто не предвещают бури эксперты и ученые мужи и политики все в один голос заверяют и доказывают что кризисы остались далеком прошлом африде нас ждут только устойчивый и сбалансированный рост так повторялся в истории уже не один раз однако в в это же самое время закладываются и формируются причины надвигающегося коллапса несущего многим миллионам людей войны голод кровь и слезы постепенно все больше производителей устремляются на данный рынок обостряется конкуренция начинаются проблемы со сбытом возникает кризис перепроизводства что и способствует росту административных барьеров в том числе таможенных уменьшается потребительский спрос падают зарплаты и растет безработица то есть все что мы сейчас наблюдаем пессимизм порожденный кризисом его усилит и люди ожидающие худшего начинают экономить на черный день таким образом разгоняется понижательная волна кондратьева это та волна в которую мы сейчас входим по мере достижения дна все больше ухудшается жизнь основной массы населения капитал уходит из производства лихорадочно ищет вложение в максимальной доходности он постепенно концентрируется финансовой сфере создает инвестиционные предпосылки для новые повышательные волны кондратьева хорошая доходность в этот период показывает спекулятивную операцию на фондовых товарно-сырьевых рынках а также на операциях с недвижимостью ну и формирует таким образом надувание финансовых пузырей и рано или поздно эти пузыри с треском лопаются что сопровождается паника и крахом финансовой системы баллов фондового рынка ну и как итог сворачиваем в деловой активности в этот период ликвидируется эффективная прослойка капитала за которым они стоят реальные ценности через девальвации валюты и изменения в системе денежного обращения ну в данном случае замена бумажных валют на цифровые как видите есть не только волны кондратьева но и также китчина жугляра и кузнеца которые имеют разную длину период и также оказывается свое разное влияние на экономики стран волновой анализ всех авторов мы рассматривать не будем нам достаточно волн кондратьева и наложение циклов меньшей длительности для наглядности и понимания кстати очень хорошо что кризис 2008 года произошел именно вот таким образом то есть его купировали иначе бы резонанс волн китчина жугляра кузнеца и кондратьева могли бы привести наш мир к войне и как видите следующий переломный момент будет где-то 2044 году но это вообще дело будущего а сейчас же давайте вернемся в наше время политики отсрочили кризис но не предотвратили его и если провести корреляцию цикла кондратьева с индексом S&P 500 то видна закономерность даже несмотря на то что политика активно вмешивается в экономику посмотрите как волны можно подвязать под пару года где оживление экономики это весна подъем это лето спад осень и депрессия это зима экономическая зима и выражение в игре престолов зима близко и это будет самая длинная зима за всю историю как нельзя точно перекликаются с сегодняшним настоящим можно заключить что вообще активная фаза грядущего полномасштабно кризиса также начнется в сша хотя и не важно откуда начнется падение важен сам факт этого неизбежного события игрой на бирже вот накануне начала великой депрессии в сша в начале 30-х годов занималась чуть ли не все дееспособное и активное население этой страны сейчас же рынок перенасыщен не только известными финансовыми инструментами как акции облигации но так и называемыми деривативами которые по большей части служат для связывания ничем не обеспеченной избыточной денежной массы неизбежное схлопывание гигантских финансовых пузырей будут фатальными для всех людей так получилось летом 1929 года когда практически все работающие на целине сша имела на фондовом рынке какие-то вложения в акции ну владела акциями и по большей части у люди жили в долг надеюсь что неумолимый рост акции вот-вот превратить их превратит их в миллионеров так было и так будет на самом деле за крахом биржи последовало банкротство банков превратив одной части сбережения людей в пыль также безработица в 25 процентов возросла остановка предприятий разгул бандитизма города призраки потом последовало стремительно скудине товарного рынка голодные марши и депрессивное оцепенение наиболее сильный удар кризис нанес по крупным городам гнев народа обрушился на еще вчера обожествляемые банки монопольные монополии и крупные предприятия отчаявшиеся вкладчики совершали набеги на банки чтобы снять деньги и спрятать их в матрас помните историю бонни клайда как их поддерживал очень обычный народ радуясь когда бандиты грабили эти банки сопереживание бандита вообще связано первое с чувством несправедливости которое было порушено от потери людьми своего благосостояния и второе порог перехода к бандитизму у подавляющего числа людей столь высок что не позволяет им заниматься грабежом а вот радоваться за бандитов уже можно и так продолжим великую депрессию разорившиеся бизнесмены падали из окон небоскребов словно спелые груши служителям гостиниц предписывалось выяснять не собирается ли человек снять номер чтобы покончить с собой как то вообще два бизнесмена прыгнули из окна взявшись за руки раз в столетие происходит смена мирового лидера и формируется в новая волна кондратьева с наиболее мощным потенциаловым разрушением и соответственно с последующим восстановлением бури разрушения волн кондратьева в это время поистине с тектоническим сдвигом первый раз это было во время феодализма великие французские революции и наполеоновских войн второй связан с великой депрессией 1 2 мировыми мировыми войнами ну и настало время третьей волны у древних греков было два слова для времени хронос касается хронологической последовательности или времени прошедшего и кайрос это неуловимый миг удачи который всегда наступает неожиданно и поэтому им очень трудно воспользоваться кайрос обращает внимание человека на тот благоприятный момент когда нужно действовать чтобы достичь успеха этот бог кайрос был очень почитаем у древних греков на рельефы он изображен с прядью волос на голове только за этот локон и можно ухватить неуловимого крылатого кароса в руках он обычно держит весы что символизирует справедливость судьбы посылающий удачу тем кто это заслужил есть такое выражение как оседлать волну кайроса то есть простым языком оказаться в нужное время в нужном месте на сломе капиталистической системы с началом новой эры для золота мы можем не затрачивая больших усилий извлечь из событий выгоду то есть схватить карость за локон волос и волна перемен нам поможет но ничто не вечно и со временем придется ловить другую волну но об этом немного позже наверное а сейчас нужно встретить грядущие перемены хочется закончить такими словами конфуция во время бури слабые ищут защиты от ветра а сильные строят ветряную мельницу на сим прощаюсь с вами до скорых встреч уважаемые подписчики и зрители мельницу за концы